Друзья, сегодня у нас 13 августа 2015 года. Сейчас мы отправляемся на встречу по поводу корпоративной вечеринки, которая состоится 18 сентября. Корпоративная вечеринка железнодорожников. Так как я по образованию железнодорожник, поэтому я могу сказать, что это... Кстати... Что это однозначно, это судьба. Вот это такое здоровенное здание, как видите. Ирина Корния будет покорять сейчас мужчин этой компании, потому что, заметьте, 80% в компании это мужчин. Покорять! Она будет покорять. Ох! Сема Баяния. Ох! Все, друзья, пошла покорять. Как выйдем, все расскажу, что и как. Пока. А, слушайте, прежде чем мы зайдем, я хотела вам показать, что мы все-таки двое из ларца, и мы не сговариваясь одеваем вот так вот одинаковые сережки, понимаете? Вот такие штучки. Это как-то... Туфли. Даже смешно. Туфли примерно то же самое, опять же, как было бы. Это даже смешно уже. Пока, друзья, до встречи. Друзья, у нас закончилась встреча, мы отправляемся уже до Свояси. Вова уже сделал пять звонков, сказала, что в три часа в офисе у него встречи, мы обязаны до... Ой, в три. В три часа у него. В пять тоже. В пять. В пять. В общем, я даже не знаю, мне как-то надо забрать подарок. Вова скоро день рождения, она потом не знает. С чем ты, конечно, в жилье? А он вдруг идет? Нет. Вот, что он знает. У нас тоже есть. И подарок лежит в офисе. С обурованной такой, но и глубоко и далеко. Во-первых, мы не об этом хотели рассказать. Да. Замечательная встреча. Конечно, она всех покорила. Друзья, ну прекрасная такая, Елена прекрасная. Очень понравилась. Очень, Елена. Вообще, вообще, мне кажется, что приятный такой коллектив. Они очень идейные. Глаза горят. Рассказываешь, смотришь, глаза горят. Идеи просто рождаются сами собой. Конечно, интересно и классно работать, когда есть какая-то тематика. А вообще, мы едем в лифте. И на нас все смотрят, как на ум или шумных, потому что мы разговариваем с телефоном. Поэтому, друзья, мы с вами прощаемся. Сейчас мы идем с Ксюшенькой на конечную, повторную, точнее, встречу. Специально для того, чтобы подвести итоги. У нас 18-го числа будет корпоративное мероприятие компании Трансэнерком. Я иду немножко запыхавшись, потому что Ксюша говорит мне, беги. Заставляет меня бежать на каблуках. Представляете? Мы туда идем, что-то дископит купить. Туда, туда. Там, Квантэн. Квантэн. Как вы заметили, мы сегодня сирень фэмили. Слушайте, ну да, вот мы уже второй раз. Вот раз мы были изумруд фэмили, сегодня мы сирень фэмили. Просто, извините, покажи свои брючки прекрасные. То есть непонятно, почему мы сирень фэмили вдруг. Но вчера мы, кстати говоря, заключили договор на июль следующего года. Ребята, вам большой респект. Очень классно начинать готовиться заранее. Это действительно очень круто. У нас есть время, у нас есть время выбрать площадки. Время выбрать артиста. И самое главное, что я сказала, ребята, вы будете выбирать не из того, что осталось, а из всего. Из всего, да. Всего ваше пока что еще. Да, так что большой респект тем, кто начинает подготовку заранее. Все, друзья, мы уже заходим. Вот тот самый план N. Мы уже на месте. Мы сейчас стоим, ожидаем лифт. Хотим сказать, что мы встретились с генеральным директором. И вообще он в нашей банде. У него был сиреневый аксессуар. У него был сиреневый галстук. Поэтому вы поняли, что в общем-то он в нашей банде. И как и мы, он тоже может порвать баян. Олег Владимирович, если вы сейчас смотрите это видео. Мы любя. Не обессудь. Мы любя, честное слово. Нам очень понравилось встретить с вами, беседы с вами, с вашими коллегами. Очень приятный. Безумно приятный человек. Олег Владимирович, расскажу вам по секрету. Все пугали, что вы суровый. Как они ошибаются? На самом деле вы приятнейший человек. Который может порвать баян, как вы сказали. В общем, сделаем этот корпоратив. Друзья, мы бодры и веселые. Приехали на площадку. Ксения уже красивая, со стрелками. Я еще пока нет. Но сейчас догоню. Я здесь 9.30. Ну да, да. А мы к 11 подъехали. У нас сегодня утренник. Друзья, внутренник практически. Кстати, уже практически готов шашлык. Вы будете сейчас кушать? Да. С удовольствием. Надо будет сейчас еще портовать штуки. Вот. Пока я ехала, Ксюша поснимала. Как прикалывали чехлы. Как подходила подготовка зала. Пойдемте сейчас немножко пройдемся с вами. Случайный персонал с вами сегодня. Друзья, сегодня, да, напоминаю, что сегодня 18 сентября 2015 года. Сегодня у нас... Еще немножко 18 июля, судя по погоду. Потрясающая погода. Конечно, очень подфартила компанию Транснарком, у которого мы сегодня проводим корпоративную вечеринку. Вот так все будет. Там вот приехал кто-то, наверное, не звонит. Транспорта не будет звонить. Да. Алло. Вот такие у нас беседочки сегодня. Вот таким вот... Смотрите, какая красота. Да, вот такой вот у нас сегодня пресвольчик. Супер. Усиленная конструкция пресвола. Мы ее к дереву пересобачили. Хорошая конструкция такая. Конечно, нам бы себе ее забрать будет в конструкцию. Очень жаль, что мы ее не забираем. Мы дарим эту законструкцию Транснаркому. Да, хорошая, усиленная конструкция. Вот. Знаете, что для меня самое главное? Приблишь, пожалуйста, этот цвет. Я вам хочу сказать, что мы вместе с дизайнерами типографии... Замучили дизайнеров. Мы очень долго добивались этого цвета Майя. Если вы смотрите это видео, спасибо вам огромное. Майя делала несколько проб, засылала мне фотографии. Мы сверяли, чтобы добиться ему такого цвета, потому что когда печатаешь, он получается намного темнее, чем на экране монитора. Поэтому мы помним, что Олег Владимирович очень просил. Олег Владимирович, мы сделали все, как мы хотели. Олег, что это для вас, да. Лишь, что вы оттенете. Как Шанель, никаких лишних слов, только логотипы. Только Транснаркому. Постаренная рама. У нас сегодня, конечно, нет никакого оформления. Все очень по минимуму. Ну, потому что у нас корпоративная материнка, у нас не свадьба. Очень приятный персонал, нам уже сказали. Это Дамир. Это Дамир, познакомился. Он будет делать скатерти глазами, каким-то образом. Я надеюсь, что он это сделает. Он это сделает. Он это сделает. Он сделает все красиво, все здорово. Вот. Ну, а мы, в свою очередь, сейчас будем устанавливать... Слушай, у нас очень большой, Ксюш, этот-то. Я наказала вам кушетный стол. Холст огромный. Холст огромный. 60 на 40 он должен быть. А ты купила 50 на 60. Ну, я же тебе звонила, вроде бы, 50 на 60. Да? 50 на 70, кстати говоря. Нет, 50 на 70 большой. 50 на 60 бери. А, ну, 60 на 40 он вообще должен быть. Ну, ладно, нормально. А ты заметила, такой огромный стол? Специально, чтобы здесь сидел диджей, здесь ты разумыла. Разложите себе красоту. Друзья, как хорошо, когда есть Ксюша, которая в курсе всех дел, которая все четко, все слажено. Вы знаете, вот когда команда вот такая, вот когда в команде работают вот такие люди, хочется работать дальше. и хочется делать хорошее мероприятие. Кстати, совсем недавно... Когда в команде работают такие люди, как наша ведущая, хочется специально заранее стол ей выставить. Еду подготовить. Еду подготавливать. Вот такие красочки можешь застать выставлять. Потому что, я знаю, что она приедет и она радуется, что все. Очень рада, очень рада, да. И хочу заметить, что совсем недавно нам написала девушка, которая в сентябре следующего года мероприятия, она уже... Да, я скинула вам это. Да, и она уже спрашивает насчет того, когда приехать, когда начать готовиться. Ксюша, если вы смотрите это видео, мы вас ждем. Я напишала вам. Ксюша. Еще одна Ксюша. Ксюша, мы вас ждем. Да. Мы вас ждем. У нас уже началась подготовка к июле следующего года. Если Ксюша к нам приедет, то это будет еще и сентябрь следующего года. Извини, Риш, я звоню по июле следующего года, 13 июля. Спрашиваю в ресторанах, мне говорят, ничего себе. Ну, давайте мы вам скажем, какая ситуация на данный момент, какие цены. А в июле следующего года, ну, мы надеемся, что будет то же самое. Все даже очень удивляются, но на самом деле это очень здорово, что мы готовим уже заранее, за целый год эту свадьбу. Да. Как мы уже говорили, ребятам будет с чего выбрать. И есть возможность получить скидки от залов, что важно. Сейчас мы тебя принесем. Все, друзья, я пошла. У нас полчаса всего на разгрузку. Я пошла помогать Андрюше. Я же здесь немножко рассказывала, представляете, здесь повсюду растут грибы. Самые настоящие грибы. Классно, можно будет отправиться за грибами. А я отошел, я говорю, вы, наверное, по грибам пошли. Да, ты не узнаешь. Серьезно? Он говорит, у меня тут есть свои места, я пошел по грибам. Посмотри, они здесь везде растут. Я уже поснимала немножко. Сейчас найду. Пойдем, пойдем в эту беседку. Друзья, ну, корпоратив, конечно, в такое месте сделать. Это просто великолепно. У вас с погодой повезло. Если бы были ливни, конечно, было бы печально. Заходи в беседочку. Мы здесь расставили стулья, кстати, можешь постановить. Вот, расставили стулья. Стулья специально так, чтобы можно было присесть и любоваться. А где мы обозначили курительную зону? Сейчас сходим туда. Сейчас сходим. Свет вообще у них такой, знаешь, что такие вот серенькие бывают. Слушай, ничего себе. Вот эта, смотрим, немножко скатерть взбывает. Вы думаете, стоит скатерть все-таки класть? Может быть, не класть? Ну, смотри, как миленько. Нет, оно миленько, конечно, но не знаю, просто здесь падает вот листва. Все-таки у нас уже осень. А, да-да-да, сейчас еще раз получусь. Да, ну, я пойду погуляю, пока Ксюша расплачивается с ребятами-дизайнерами, которые делали пресс-вол, которые обеспечили доставку, которые специально привезли нам такую усиленную конструкцию, чтобы ничего не сдуло. Привязали, чтобы каждый смог сделать фотографию. Ну, и вот там вот мы обозначили курительную зону. Специально нас попросил генеральный директор о том, чтобы где-то была обозначена курительная зона, чтобы люди понимали, куда идти. Вот, и заказали тоже такие вот таблетички, чтобы обозначить курительную зону. Ну, вы видите, да? Все понятно. Сразу понятно, куда идти. Вот, и сейчас вот покажу вам, что еще здесь есть. Здесь, конечно, действительно очень много грибов. Ксюша права. Вот какие-то поганки, наверное, по всей единости. Вот они эти грибочки. Ну, это, наверное, какие-то поганяшки. Слушайте, сколько здесь грибов, и правда. Да, сейчас посмотрим. Да, это поганки. Это поганки, Ксюша. Да, да. Я как грибник со стажем могу сказать, что это поганки. Как в море. Смотрите, вода действительно плещется, как в море. И здесь еще летают самолеты, прям практически над водой. И такое ощущение, что ты находишься где-то реально на море в этот момент. Вот такая прелесть. Конечно, здесь прекрасное место, чтобы сделать выездную церемонию. Ребята, если вам заметно, потому что, смотрите, вот прям здесь даже есть для арки, я так думаю, да, специально. То есть вот сюда устанавливается арочка. Мы проводили здесь свадьбу, у нас здесь была арочка. Прекрасное место. Здесь были выстроены гости, здесь шли молодые. Я помню это, как сейчас, это чудесная свадьба моей сестренки. Да. Вот, и водичка здесь, это плещется, плещется. Ой, то мы на море. Я сюда вышла в 9.30 и поняла, что, боже, я хочу сюда, в это море. А вот там можно взять шезлонги, действительно отдыхать абсолютно бесплатно, как мне сказали. Прекрасное место. Так что я думаю, что мы сюда вернемся. Мы вернемся уже отдыхать, уже загорать. У меня есть ключ? Который мне оставил специальный Евгений, для того, чтобы раскрутить конструкцию пресс-вол. Специальный Евгений? Я сохраню его. Ох, уже за специальный Евгений. Специально. Кстати, я хотела сказать, что мне только что отзвонился водитель машин, который приехал случайно на час раньше. Я думаю, что он гиперответственный, просто он приехал, потому что я вчера до вечера, до позднего звонила и говорила, пожалуйста, приедьте чуть пораньше, чтобы успеть собрать себе гостей. Вы знаете, я хочу сказать, что мы прикладываем очень много усилий, чтобы это мероприятие действительно было на уровне. И я думаю, что оно действительно будет на уровне. По крайней мере, сейчас у нас все идет очень четко, все по плану. То есть мы тоже приехали значительно раньше, чем должны были приехать, чтобы все во время поставить, чтобы все проверить, чтобы все было здорово. Друзья, я сейчас ненадолго вас покину, мне нужно припарковать машину в другом месте, а то мне сказали, что у меня все... Ты заплатишь тысячу долларов. А то я тысячу долларов заплачу, понимаете. А по нынешнему курсу, по нынешнему курсу, это не есть хорошо, тысяча долларов. Класс. Класс. Постоянно называют Корневой. Была Северина, когда меня все называли Северина, Северина, Северина. Как угодно, только не Северина. Стала Корнева, стали называть Корневой. Друзья, ну, как видите, я уже превратилась в ведущую. Да-да. Я переоделась, со мной рядом прекрасный... Вячеслав Павлов, прекрасный фотограф. Нескромность совершенно. Слава, абсолютно скромный фотограф. За скромностью все к нему. Он научит вас... Обращайся, друзья. Да, он научит вас, как скромно отработать любое мероприятие. Так точно. Скромно и совсем без улыбки. Слава, очень быстро работаешь. Вот, да, как так-так. Друзья, знаете, как Слава снимает? Вот делает так. Ножку, 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 ножку. Ручку, 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 ручку. Раз, 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 два, два, три, 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 три. Все, Петель, Петель. Все готовы. Так работает Слава, друзья. У нас полная, бывая, готовность, я хочу сказать. Ксюша уже тоже в бабочке. Энжи, какая красотка. Ксюша в бабочке, Слава не в бабочке. Без бабочки. Я сегодня не буду одевать. Вообще, я хочу вам сказать, что я думала, что в этом году я уже не поработаю с коротким рукавом, и я ошибалась. Билеты наступило наконец-то. И мы не можем этому не радоваться. Посмотрите, что он пришел. Вот он, вот он. Вот такой вот Слава сегодня с нами работает, друзья. Сегодня будем выкладываться на максимум, друзья. Сегодня будем зажигать TransNR.com. Ждем их, ждем. Во все... Оружие мы готовы. Во всей своей красе. Ждем их, ждем. Слава их будет зажигать сейчас. Зажигать по полной программе. Да, зажигать на фуршете во время фотосъемки вот на этом присволе. Ну, а я уже буду делать это непосредственно в банкетном зале, друзья. Оу-оу. Что же буду дальше? Увидите дальше. Друзья, прямое включение с корпоративной компании TransNR.com. Сейчас у нас перерывчик. У нас очень красивая сегодня территория. В гости пошли кто-то гулять, кто-то фотографироваться, кто-то рисует картину. Так что вы прямо сейчас с нами, можно сказать, на корпоративной ученики компании TransNR.com. Ну, мы с вами через несколько минут будем продолжать. И могу это не заснять, друзья. Хочу показать вам, какая картина у нас получается. Друзья, ну, вот и находилась, находилась продвинутая ученика компании. Вот это и TransNR.com. Мы хотим сказать спасибо большое. Руководитель компании. Финансовая и директор компании. Действительно приятные люди, потрясающие. Вы даже сказали спасибо, поблагодарили. Для нас нет еще ценнее, честно вам расскажем. Мы очень рады работать с вами. Надеюсь, что это не последний раз. Если понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал. Ребята, я уже попрощалась. И тут Андрюша включил песню. И я сразу вспомнила Натали и Серегу. Ребят, я вас вспомню. Когда я слышу эту песню, реально это вы. Это ваша песня, это ваша свадьба. У меня сразу в голове. 23 июля 2015 года. Большой привет вам, Серега, Натали. Ваша песня сейчас звучит на гормотливой компании TransNR.com. И она им нравится, вы знаете. Они тоже хорошо отрываются под нее. Андрюша решил просто сделать мне подарочек. Мне тоже она очень нравится. Сегодня сотрудники компании TransNR.com выбрали две площадки для танцев. Не здесь, как обычно, а на улице. Все танцуют на улице. Сегодня тепло, действительно, 26 градусов. Красота. Я не скажу, что 18 сентября 2015 года. Все, пока. Спасибо, что смотрите видео. Всего хорошего. Не забывайте подписываться на мой канал. Вас люблю очень много интересных видео. Спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok